Мы традиционно с вами проводим в конце каждого месяца встречи. Последние встречи у нас были в виде встречи-семинара. И мы определяли с вами темы, то говорили о дорогах, то говорили о земельных вопросах. Сегодня у нас с вами подведение итогов социально-экономического развития нашего района за 2015 год. Традиционно я отвечу сегодня на все вопросы, которые поступили в письменном виде за период моего доклада. Соответственно, возможно, они еще будут поступать в ходе ответа на вопросы. Ну и традиционно, сколько потребуется времени на ответы на вопросы, которые поступили от жителей, столько продлится сегодняшняя встреча. Поэтому я думаю, что мы достаточно конструктивно сейчас проведем вторую часть. Прошу не стесняться. Обращаю внимание, и я это говорил и на первой, и на второй встрече, что желательно, чтобы была обратная связь и записки подписывались для того, чтобы можно было на них реагировать. Но я думаю, что сегодня не обойдется без того, что записки будут носить и анонимный характер. Но традиционно, вы знаете, я зачитываю все. Итак, мы приступаем к нашей работе. Первая записка. Ширина дорог никого не смущает. По каким нормам запроектированы и выполнены дороги в 6 микрорайоне? По поводу дорог в 6 микрорайоне. У нас, мы столкнулись в начале года с такой проблемой, что часть дорог до сих пор у нас от застройщиков не передана. Соответственно, мы только получили улицу Березовую. Отсюда и были существенные сбои в уборке территории. Я могу сказать, что со своей стороны мы предприняли все меры для того, чтобы даже муниципальные силы подключить для того, чтобы уборку усилить. А вот по каким нормам запроектированы? Давайте проверим, соответственно, нормы по всем дорогам. Я сейчас не готов сказать, вообще должны быть в соответствии с НИПами Российской Федерации и одобрены экспертизой. Потому что, когда вводятся многоэтажные дома, соответственно, улично-дорожная сеть является непосредственным элементом вводимых домов. И они должны приниматься ГАСКом, соответственно, в тех нормах, которые должны соответствовать соответственно. А по поводу въезда видно, о каком въезде идет речь? Это который под М4 или который Белокаменное шоссе? М4. В этом году будет капитальный ремонт всего этого участка. И он заложен в бюджет. Сейчас проходят процедуры по… конкурсные все процедуры. Численность населения растет. Было бы весомее конкретно привести удельные показатели социально-экономического развития. Численность населения, если говорить о литерном населении, то, что является зарегистрированным населением, выросла у нас незначительно. На конец прошлого года, 2014-го, позапрошлого, она составляла 98,5 тысяч человек. На конец 2015-го года составляет 104,5 тысячи человек. Мы прекрасно представляем, что те даже квадратные метры, которые были введены в 2014-м году, в 2015-м еще люди, многие не заселились, а там было у нас порядка 860 тысяч квадратных метров. До этого еще 690 тысяч. Население района совершенно другое. Расчет статистики ведется всегда только на приведенное население, которое зарегистрировано. Соответственно, мы можем только по нормам энергопотребления, есть такой в статистике момент, рассчитывать, какое количество населения реально проживает. В том числе и в сельской местности, то, что относится к дачникам. Я, как сказал, мы сегодня вывесим полностью все данные по району. Но если какие-то будут вопросы, надо будет вас это, если очень интересует, я лично с вами встречусь и отвечу подробно с динамикой. Когда в сельском поселении Булатниковске начнется постройка физкультурно-оздоровительного комплекса? В настоящее время мы решаем вопрос по изъятию из земель Российской Федерации земельного участка, соответственно, под физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы обсуждали с депутатами Булатниковского поселения возможность строительства этого фока за счет местного бюджета. Но здесь еще вопрос проектирования, привязки, соответственно. Вот у нас есть такой проект в Горках Ленинских, он прошел соответствующую экспертизу, и к реализации этого проекта мы приступим. Есть земельный участок. Булатниковское поселение у нас имеет определенную особенность. Либо это земли бывшего сельхозназначения, которые были распроданы, либо земли рекреации. Вот сейчас мы пытаемся из земель рекреации, чтобы получить бесплатно муниципальный собственность, соответственно, земельный участок, истребовать его у Российской Федерации. С Росимуществом у нас договоренность есть. Нам нужно будет решить этот вопрос, Сергей Витальевич. Соответственно, нужно будет ускоряться. Пожилые люди и родители маленьких детей вынуждены из многих сельских поселений приезжать в социальные службы района через Москву, в частности, из поселка Измайлово. Нет прямого сообщения общественного транспорта, когда будет решена эта проблема. Действительно, очень сложная проблема. Связана она с тем, что наши дороги, в том числе, которые находятся в старой части города, в Расторгуевской, и дальше уже областная дорога, не соответствует нормативам. И пустить полноценный общественный транспорт за исключением, допустим, маршруток, не представляется возможным. Мы дали свои предложения и на этот год в правительство Московской области. Я думаю, что они найдут свое подтверждение для того, чтобы этот вопрос сдвинуть с мертвой точки. А вот по Дрожжино, то есть Новодрожжино, там мы частично вопрос решили по маршруту 10-40, но есть проблема в том, что он является неудобным. И людям, которым нужно попасть как раз в нашу поликлинику, они приезжают либо очень поздно, либо очень рано, им приходится целый день ждать. Сейчас мы этот вопрос постараемся урегулировать, так как это транспорт общего пользования, с Минтранспорта. Я думаю, что Сюрию Владимировичу мы тоже с его помощью этот вопрос сможем сдвинуть и, соответственно, обеспечить уже нормальным транспортом. А по Измайловскому, если говорить, то там потребуется все равно реконструкция наших дорог. Без этого транспорт общего пользования пустить нельзя, это небезопасно. В городе Видное ввели два социальных маршрута, автобус 489-471, выезд из города утром занимает 30-40 минут, связан с это отследствием кондукторов. Водитель тратит время на оформление билетов, в троллейбусах кондукторы есть, эти же троллейбусы в это время ходят полупустые. В автобусы выстраивается очередь на улице, будет ли решен вопрос с обслуживанием пассажиров в целях экономии времени. Я знаю, что это общая политика МОЗ «Трансавто», направлена на то, чтобы жители могли больше использовать электронные средства оплаты за проезд. Транспорт в виде троллейбусов является нашим муниципальным. Мы еще не настолько богаты, как в Московской области, не везде смогли поставить соответствующие электронные устройства. Но основная тенденция идет от ухода, обслуживания людей соответствующим кондуктором, человеком, а переход на электронные, соответственно, способы оплаты за проезд. Это является еще и наиболее дешевым вариантом при оплате за проезд, нежели оплачивать через кондуктора. Прошу не допустить принятия изменений в генеральный план сельского поселения Молковской. Наше поселение в лице проживающих там народа единогласно против этих изменений. Сейчас началось строительство мегагорода на 90 тысяч населения. Еще один огромный город более чем на 100 тысяч населения просто уничтожит наше поселение. На сегодняшний день у нас собрано почти тысяча подписей, проживающих в сельском поселении Молковская, против внесения изменений и более 750 подписей под петиции в интернете против уничтожения поймы Москва-реки, перевода земель, плодородных сельхозугодий в жилищную застройку, где мы все окажемся в бетонных стенах. Второе это про селе Остров на участке. По первому я в своем докладе частично дал ответ. Наша задача сейчас как администрации района сделать полноценное заключение по результатам проведенных публичных слушаний. В обязательном порядке учесть полностью мнение жителей. Это мнение поступает и мне на электронную почту, она поступает и губернатору Московской области, он его переселяет, пересылает мне соответственно и направить это мнение на возможность корректировки генерального плана сельского поселения Молоковская. Второй вопрос. В селе Остров на участке с кадастровым номером, где находятся природные болоты и каскад торфяных прудов, ведется варварское уничтожение этого природного ландшафта. В настоящее время огромные 20 машин и круглосуточно засыпают эти водяные объекты. На проведение этих работ нет ни разрешения, грунт возится без каких-либо документов со строя города Москвы, в частности реконструкции Ашан-Сити, Кашевское шоссе. Более двух недель назад было обращение в инстанции района и колонный результат нулевой. Как ездили, так и ездили. Дорога разбита, грязь соответственно. Минэкологии проводят соответствующую проверку. Когда они закончат ее? На следующей неделе проверку для того, чтобы применить меры воздействия и потом уже могли быть применяться, если это незаконно, то меры прокурорского реагирования будут соответствующие. В деревне Мисайлова началось строительство мегагорода. Сейчас строители от начала деревни делают уширение проезжей части. К сожалению, это уширение не соответствует генеральному плану поселения. И в настоящий момент они уже добрались к деревенскому пруду, где придется уничтожать деревья для расширения дороги. Просьба срочно принять меры, чтобы не допустить непоправленных действий со стороны застройщика. У нас нет информации, я это получал на электронную почту о том, что данное уширение делается незаконно, соответственно. Генеральный план, это я просто к сведению, не определяет вопросы уширения или расширения. Это все определяется проектами планировки территорий и прошедшими экспертизу проектами. Но мы проверим еще раз. Такое обращение было на электронную почту и мы давали соответствующий ответ. Прилагаю ответ вашего заместителя Гаврилова на вопрос, заданный на сайт Воробьева. Большое спасибо. Вопрос, почему на вопрос, заданный Воробьему, ваш чиновник ответил. Даже фото, приложенное об уборке снега моего дома, на вопросы жизнеобеспечения жителей, о заключении договоров о управляющей компании Булатникова с ресурсовоснабжающими и передаче технической документации, нет ответов, недейственных мер. Считаю это неуважением, по меньшей мере тогда все эти вопросы и задаются лично Воробьеву. Но, безусловно, губернатор Московской области, он принимает все вопросы и, конечно же, пересылает эти вопросы по принадлежности в муниципалитет. Это аксиома, причем она во всем мире принята. Ни президент, ни губернатор, ни король не может знать всех мелочей, соответственно, вопросы пересылаются. А я убежден, что второй части ответа не было, мы с этим разберемся. Сергей Анатольевич не курирует жилищно-коммунальное хозяйство, здесь вот Черемных Александр Александрович присутствует. Скорее всего, поспешили дать ответ, а не объединить в один ответ. И придет второй ответ. Но я отвечу, что сегодня управляющая компания Булатниковская заключает с ресурсоснабжающими и организациями все соответствующие договоры. Об этом достигнута договоренность с ресурсоснабжающими и организациями. Даже если бы она была не достигнута, а жители, соответственно, присаживайтесь. Соответственно, жители задают, то есть жители выбрали эту управляющую компанию в силу закона. Управляющая компания, то есть ресурсоснабжающая организация не имеет права не заключить с управляющей компанией, которая легитимная, соответствующих договоров. Почему до настоящего времени нет конструктивных ответов от ваших чиновников, хотя вы 22.01 говорили, что не обещаете того, что не можете сделать. Прилагается копия двух писем. Я посмотрю с вашего позволения копии. Срочно посодействую жителей домов 2.3.6.1.2.11. Вновь отражено законной передачи технической документации от АЭК. Законы передачи не будет. АЭК противодействует этой передаче. Содействовать здесь нечего. Здесь должны применяться все меры, которые предусмотрены по закону, в том числе до ответственности. Если она предусмотрена уголовной, то и уголовной ответственности. О данной проблеме знает не только губернатор, я причем на одном из заседаний правительства это докладывал. Соответственно, не хочет АЭК передавать. У нас еще есть одна такая управляющая компания. Значит, будем восстанавливать документацию и эксплуатировать жилье, и подключать правоохранительные органы для того, чтобы они нам помогали в реализации этого права. Если до 1.03. не будут заключены договоры с ресурсниками, платежки законодательные будут незаконны. Ну, соответственно, сейчас речь идет у нас об электроснабжении. А письма, я ответы еще раз тогда посмотрю. Детский подростовый клуб «Богатырь» находится по адресу город Видная, улица Советская, дом 46А. Еще Троицкий обещал передать богатырю вторую часть здания, бывшая котельная. Но передали похоронному бюро. Как вы относитесь к тому, что в одном здании соответствуют такие организации? Просим вас обратить внимание на то, что жители города Видная разводят костры и жарят шашлыки на улицах города, а правоохранительные органы на это не реагируют. Безусловно, по передаче и соседству детского клуба, и похоронке я смотрю на это отрицательно. Кто там что обещал, это уже остается за кадром, значит, будем разбираться, что можно сделать для того, чтобы у нас работало нормально детское учреждение. А по поводу костров и всего остального, я даже получаю каждый день сводки из ГУВД. Это не так, что не принимаются никакие меры. Меры принимаются, может быть, они недостаточны. Слишком большое количество, значит, жителей разводят соответственно костры. Меры принимаются, административные протоколы составляются из-за распития спиртных напитков, соответственно, в общественных местах. В марте планируется отчет главы Булатниковского обучения. В отчете считаем необходимо отразить состояние объектов историко-культурного наследия нашего района. Бутовский полигон, Суханово, Троицкое, член общественной палаты. Вопрос 2. О водопроводе и канализации в деревне Држино и Бутовский полигон. Как исполняется инвест-контракт с ООО «Мортон» по разработке проекта водопровода и водоотведения? Значит, по первому вопросу попросим Сергея Владимировича, соответственно, и он включит это в свой доклад. А по поводу реализации инвест-контракта с группой компании «Мортон» в настоящее время никак не реализуется этот проект. У меня состоялась встреча с руководителем этой компании, соответственно. Вы знаете, что мы за этот объект и за детский сад Држино критиковались, администрация критиковалась на правительстве Московской области. Сейчас ситуация исправляется. Я думаю, что она исправится и здесь, потому что правительство в Московской области уже не на шутку занимается, соответственно, с каждым застройщиком, а мы подготовили предметные материалы, в том числе позавчера вечером я губернатору докладывал о данных объектах. И у нас там еще и Боброво есть обязательства соответствующие у компании. По крайней мере, все обязательства были подтверждены. Теперь нам нужно будет двигаться уже в реальной реализации. На прошлой встрече с жителями вы докладывали, что федеральные власти не дают разрешения на строительство дороги от 6 микрорайона на трассу М4 Дон. Вопрос, фамилия, должность героя, запретившего сделать так, на федеральную трассу народ хочет знать. Значит, что касается выезда. Найдено сейчас соответствующее, еще не решение, а по крайней мере, уже написано обращение. Мы переговорили, соответственно, с ФУАДом. Минтранс нам здесь помогает о возможности примыкания организуемого выезда на М4 Дон. И мы надеемся, что препятствий не будет, соответственно. Здесь вопрос будет только лишь в тех присоединениях, и, соответственно, в масштабах строительства, и, самое главное, в цене строительства. Вы знаете, что на прошлой встрече я говорил, что у нас есть первый пул инвесторов, которые готовы скинуться на соответствующую организацию нормального выезда. Прошли слушания с многочисленными нарушениями публичных слушаний по внесению изменений в проект генерального плана с целью перевода особо ценных миллиардированных сельскохозяйств и угодий по мереке Москвы под жилищную застройку. Дальше здесь идет густой текст. Два таких письма я уже видел. Они приходили к Андрею Юрьевичу и ко мне, соответственно. Мы дадим на них подробный ответ. Но самое главное, еще раз подчеркиваю, мнение жителей в результатах публичных слушаний будет учтено. Если кто-то считает, вот здесь начинается, что они проходили с нарушениями. Нарушения, соответственно, если они выявлены, я думаю, прокуратура нас поправит, если были нарушения именно в процедуре проведения публичных слушаний. А то, что мнение жителей должно быть учтено, это в обязательном порядке. Как вы планируете исправлять ситуацию с недоверием к домодедовской команде населения Ленинского района? Поведение ваших помощников и заместителей вызывает раздражение у нас, ваших избирателей. Город и район соседствуют с вашим родным домодедово. В отношении к Ленинскому району оставляет желать лучшего. Может вам лучше вернуться назад, тем более, что губернатор уже дал оценку работы вам и Добриной на совещание в период вашего отпуска. Ленинский район всегда был одним из лучших в области по всем показателям. Как высказывались однажды вы, что Ленинский район слишком политизирован. Хотим поставить вас, уважаемый Олег Владимирович, здесь живет неравнодушное население, очень любящий свой район и любезно переживающий за все, что происходит в районе. При отсутствии выбора мы голосовали за вас. Очень об этом жалеем, избиратели. Я имею привычку читать все записки, соответственно, абсолютно меня это не смущает. Догадываюсь, кто написал, боятся подписаться, поэтому я все равно зачитываю. У нас идет соответствующий прямой эфир. Я не планирую менять место работы, так как это место работы я абсолютно легитимно получил в результате выборов на пять лет. Я работаю первый год. Есть соответствующие, положительные, в том числе наверняка и отрицательные результаты. Есть какое-то личное отношение. Безусловно, оно всегда присутствует, когда происходят какие-то изменения. Но автор записки мне абсолютно известен. Поэтому никаких планов моих уходить с работы нет. Директор детского городка и парка Расторгуева-Черников устроил лесоповал под видом благоустройства и повреждения деревьев жуком-караедом-типографом. Корни выкорчаемых сосен находятся до сих пор на территории парка и стволы черников вывез для коттеджа. Высаженные молодые сосны почти все погибли. Человек, позиционирующий себя адвокатом, должен знать, что бывает за нецелевое и бездумное расходное бюджетных средств. Не должен он забывать, что эти деньги налогоплательщиков. 20 миллионов рублей, выделенных на парк, попросту израсходованы, мягко говоря, не по-хозяйски. В парках царит беспорядок, катки для детей не залиты к Новому году, хотя полгода это позволяло. Заливать каток в детском городке Черников начал, когда у детей закончились новогодние каникулы. В детском городке все дорожки покрыты льдом. Черников уже, наверное, устал отдыхать в теплых краях, думает, что уже лето. ЕК, слову сказать, и летом у него в детском городке, и в парке Расторгуева одни сорняки и запустения. Оплату за аттракционы у детей работники парка требуют без билета, наличные, а не через кассу. Ну такая же анонимная записка. Видите, я все зачитываю, ничего не скрываю. И это будет и впредь, и Валерий Николаевич не обидится о том, что все это зачитывается. Это чистой воды. Анонимка. Одна из частей этой анонимки, я уже ее получал по лесоповалу. Если у вас есть доказательства, соответственно, о том, что что-то кем-то украдено, напишите в правоохранительные органы. Только там анонимку не примут. И там придется подписаться. Иванов Иван Иванович. И автор мне известен. Они подряд идут две записки, может быть и третья такая же. Там группа есть у нас сотоварищей, которые мечтают также руководить парком. Я говорю вещи своими именами, потому что я получал отголоски этой записки по электронной почте. Я просто ее специально зачитал, без комментариев. Есть факты, обращайтесь в правоохранительные органы. А наша контрольно-ревизионная комиссия проверит о целевом или нет целевом расходе бюджетных средств. Если подтвердится, мы передадим в правоохранительные органы. А вот так вот просто попросту болтать и присылать пустые записки, я бы все-таки думал, что надо быть более тактичными. Подскажите, когда будет проведен ремонт дороги от ПЛК до бассейна «Дельфин». У нас в этом году есть в программе данный участок. Просим рассмотреть вопрос о тротуаре для пешехода по улице Строительной. Он только возле здания пенсионного фонда. Я знаю, что проходила полемика по данному вопросу. Соответственно, в первичном бюджете и в первичной программе благоустройства данного тротуара нет, но мы себе помечали, что те объекты, которые требуют дополнительной проработки, возможно, в этом году за счет экономии, мы сможем в апреле месяце сформировать. Проработаем этот вопрос. Если денежные средства этого года нам позволят, соответственно, мы сможем реализовать этот проект. До каких пор будут стоять фуры на улице Советской? Так, здесь почему в детском саду 8 или 6 микрорайона нет нянь? Насчет по улице Советской фуры с определенной периодичностью у нас эвакуируются. За этим следит, соответственно, ГИБДД. Эту работу мы будем проводить. Да, мы не везде вводим сразу ограничительные меры, как требовали многие жители, пока не организуем достаточно покорочного пространства. А что касается большегрузных машин, то есть опять большое скопление их я вот не заметил. Или это имеет просто периодическую? В ответ тишина. По поводу нет нянь, разберемся, в каком детском саду микрорайона 6, там у нас не один детский сад. Нет нянь, здесь присутствует начальник управления образования, соответственно, здесь есть телефон, по которому можно будет связаться. Ответите заявителю. Прошу вас отреагировать на ситуацию, которая касается тротуаров по улице Школьной в городе Видное. Тротуары находятся в предаварийном состоянии. Выбойные ямы, сколы, трещины, бугры. Проблемные участки пролегают по улице Школьной от Советской до Видновской городской прокуратуры. По четной стороне. И данной проблемой писалось ранее, решение не последовало. Прошу принять к сведению, что на оговоренном выше участке тротуаров не только каждый день ходят в школу, но и в домах, к которым прилегают тротуары, живут два инвалида-колясочника, инвалид первой группы по зрению. Рядом с домом 18 по улице Школьной есть двухступенчатая лестница, плавный спуск, походящий на панду. Лестница разбита давно очень сильно. Ремонт данной конструкции не проводился около 20 лет. Так называемый пандус находится в удручающем состоянии. Прошу заменить ступеньки на плавный спуск. Это не только облегчит движение инвалидов и пожилых, но и даст возможность снегоуборочной технике чистить эти улицы. Также хочу сообщить о том, что около трех лет назад был заасфальтирован съезд к дому 16А по улице Школьной, но заасфальтировать только съезд, а на придомовую площадку асфальта не хватило. Так сказали рабочие, которые асфальтировали съезд и тротуары. Данный съезд не приватизирован, является муниципальной собственностью. Ее состояние также оставляет желать лучшего. Прошу вас принять соответствующую меру и провести объект надлежащий вид. Слава Богу, что съезд не приватизирован, у нас много съездов, проходов имеет соответствующих собственников, где мы хотели бы проложить соответствие и тротуары. Обратим внимание на эту проблему. Мы вот в прошлом году, когда с Александром Евгеньевичем обходили по городу не единожды, у нас появились многие съезды, в том числе пандусы. Я не помню, чтобы это была заявка. Мы думаем, что это в состоянии в этом году организовать все. Котельные, которые не сможет выделить нагрузку строительства домов. Все у нас являются специалистами по котельным, и депутаты, и все у нас инженеры, соответственно. У нас, это речь, я так понимаю, о подключении новых домов, которых нет. Но есть математика такая, наука, напомню, что если где-то цифры убыли, это там следующее, то где-то прибавляется. И для первого стартового дома нагрузки вполне хватит. А потом будет производиться соответствующая реконструкция теплоисточника. Когда появится оплата по ЖКХ, очень много стариков по процентам. Это, наверное, речь идет о Сбербанке. Сберегательный банк не собирается изменять соответствующую ставку. Но нами достигнута договоренность с МОСОБЛ и ИРЦ, правильно, Александр Александрович? О том, что в офисах МОСОБЛ и ИРЦ, которые у нас должны появиться в ближайшее время, мы этот процесс должны закончить в первом полугодии этого года, там будет взиматься без комиссии. Продажа земли скоропалительная, никто не в ответе, как, например, автобусной остановки 355. По автобусной остановке 355 и незаконному строительству, которое сейчас там ведется. 21 марта у нас заседание судебное, соответственно, по этому вопросу. Муниципалитет сейчас находится в суде. По моей инициативе мы находимся на расторжении договора аренды. Там недобросовестный пользователь пытался переуступить без согласия муниципалитета земельный участок. Госстройнадзор и Госантехнадзор, соответственно, управление внутренних дел, точно так же будут являться третьим лицом в судебном разбирательстве. Буквально вчера мы уже смотрели последние материалы к судебному разбирательству. Поэтому я думаю, что мы этот вопрос постараемся урегулировать. В том числе я категорически сам против строительства этого магазина и павильона. Очень жесткая вода, необходимая экспертиза, качество воды должны соответствовать санитарным нормам. Когда ждать решения этого жизненно важного вопроса? Привозить питьеводу из родников и платить за плохую воду по тарифам пенсионерам не по карману. Если речь ведется о городской воде, то вода у нас соответствует санитарным нормам. Да, в большинстве населенных пунктов действительно может отличаться жесткость воды. Но в данной ситуации у нас нет предписаний по городу, видны предписания Роспотребнадзора, в отличие от, допустим, поселения Горки-Ленинские, где такое предписание имеется, или в Молоковском поселении, где мы будем строить станцию обезжелезования. У нас нет таких. Это на ощупь, на ощущения, соответственно. Но запросим еще раз соответствующие анализы. Нет общего счетчика на дом. Но это Александр Александрович займется по поводу общего счетчика на дом. Это по теплу или по электричеству? Льготникам нет лекарств, а в продаже имеются. Предлагают покупать за 50%. Глазные капли, заводская 19, при преликлинике. Обращались в Вельган. Я не знаю, кто такой Вельган. Соответственно, мы обратим на это внимание. Сейчас проработаем с Минздравом. Я смотрю, ушел у нас отдел. Ну, присутствует заместитель начальника отдела. Вы тогда разберитесь по поводу, что у нас отсутствует, что присутствует. А там, где совсем происходит проблема с лекарствами, особенно жизненно важными, по серьезным каким-то показаниям, не дай бог, то я даже в своем докладе отражал, что мы помогаем жителям, соответственно, из местного бюджета и приобретаем данные лекарства. Или даем соответствующую компенсацию. Ремонт в квартире не делается, хотя акт составлен три года назад. Решением Совета Депутата были выделены деньги на ремонт, но до сих пор деньги не перечислены. Кому они должны быть перечислены, соответственно, деньги, они могут быть заказаны. Должна быть проведена конкурсная процедура. Я сомневаюсь, что такая процедура проводилась. Давайте проверим по данному адресу все. Привести в порядок сверх за аптекой начатое благоустройство проведено формально. Либо для отмывки денег, либо для показухи. Я разочарую, мы в данной части города приступаем к комплексному благоустройству, поэтому мы только лишь провели первоначальную чистку. Вот вы говорите, отмывки, вот просто чуть-чуть причесались. А для того, чтобы сделать нормальное благоустройство, мы закладываем денежные средства в бюджет, должны пройти конкурсные процедуры. Это не по волшебной палочке происходит, соответственно. Поэтому будет и данный сквер, соответственно, благоустроен. Мы будем в этом году заниматься расторгуевской частью. Придомовая территория требует ремонта около второго подъезда. Ограждение около дома не устраивает жителей, просто провалили трубу. Не советуются с жителями. Мы на все эти факты обратим внимание. Я думаю, что в субботу завтра нужно будет проехать, Александр Евгеньевич. Все эти факты посмотреть вместе с Ансанычем. И в понедельник мы с вами обсудим сразу же после оперативки, что требует особого внимания. Когда демонтируют недострой гостиницы около дворца спорта, который стоит при въезде в город и позорит его. Первый раз слышу, что это гостиница. Демонтажа данного объекта не будет, будет его реконструкция. В настоящее время уже получены разрешительные документы у компании, которая перекупила данный объект. Там будет торговый центр 15 тысяч квадратных метров. Это в стилобатной части. А в высотной части будут располагаться апартаменты и офисы. То есть для создания рабочих мест. В этом году компания, которая приобрела, должна приступить. Безусловно, все, что угрожает жизни, не конструкции, которые не выдержат, и которые экспертизой признаны как невозможные к восстановлению, будут демонтированы. Строительства в городе много. Когда же, наконец, рассосется очередь на жилье? Строители частных компаний нас душат, нашу инфраструктуру. Так пусть решают нашу проблему. Хотелось бы надеяться, что вы возглавите наш район, не уподобитесь своим предшественникам, не внесете свежее вение. Я просто не все могу разобрать, чтобы люди вас всегда вспоминали. Хорошо, не будем о каких-то там пряниках прежде всего. Я могу сказать о том, что в этом году мы уже прошла соответствующая жилищная комиссия. И в этом году мы выделяем на общую очередь первые два десятка квартир. Это первый сдвиг те квартиры, которые мы получаем соответственно от застройщиков. И будем эту проблему дальше двигать. Вот за последние три года подвижек у нас не было. В этом году будет соответствующий сдвиг. Как по городской очереди, так и по очереди, которая перешла к нам от сельских поселений. Она существенно меньше. Самая маленькая очередь у нас в городском поселении горки Ленинские. Мы тоже сейчас с Александром Павловичем прорабатываем вопрос о возможности ее ликвидации. Обращаемся к вам за помощью и просим принять соответствующие меры в срочном порядке, определенные вашими полномочиями. В настоящее время в поселке Новодрожино, по нашему мнению, по упущению руководства района правоохранительных органов, порядка 3,5 тысячи жителей находятся без внимания и защиты правоохранительных органов. В поселке нет пункта опорного порядка или иного достойного места, отвечающего всем требованиям законодательства для приема населения правоохранительными органами. Непонятно, простите, закуток для участкового находится в разваливающемся здании по адресу Новодрожино, дом 8, которое, возможно, предназначено под снос. В указанном месте нет света, отопления, оборудования, интернета, мебели. Просим в кратчайшие сроки предоставить помещение и создать необходимые условия для достойной профессиональной работы участкового. Ответ прошу выслать. Ответ обязательно мы вышли. Мы занимаемся сейчас вопросом предоставления участковому полномочию соответствующего помещения. Возможно, временно он у нас пососедствует, это будет присутствовать в месте нашего МФЦ. Мы будем сейчас проводить, уже заканчивать соответствующие работы по ремонту. Мы найдем решение и будет у вас нормальное, достойное место для участкового полномоченного. Скажите, пожалуйста, когда, наконец, будет решен вопрос безопасности пешеходного передвижения через деревню Картино и когда будет обеспечен транспорт? И когда будет? Речь идет, наверное, о закрытии транзитного проезда через Картино. Я отвечал на этот вопрос. Он не будет закрываться, так как это дорога регионального значения. Никакого другой возможности сейчас пустить транспорт в объезд у нас нет. В порядке разработки генерального плана сельского поселения Развилковского предусматривается несколько транспортных пересечений, которые позволят избежать нам транзит через данные населенные пункты. Поэтому я думаю, что после того, как генплан будет у нас принят, а это в этом году, мы сможем как-то двигаться соответственно. Обеспечен транспортом этот район. Скажите, пожалуйста, с какой целью организована свалка мусора на Каширском шоссе на остановке деревни Картино? И когда, наконец, пенсионеры будут ездить бесплатно на маршрутках? Я не знаю, кто обещал, что пенсионеры будут ездить на маршрутках бесплатно, только на транспорте общего пользования, который является у нас автобусами. Соответственно, и внесен в соответствующую схему дислокации транспорта общего пользования. Только там проезд бесплатный. Я не слышал никогда, что правительство Московской области или, тем более мы, муниципалитет, обещали, что на маршрутках будет бесплатный проезд. По поводу свалки на Каширском шоссе речь идет, наверное, о вот этой петле, где у нас мусоросборник сделан, общий. Это сделано в соответствии с требованиями о сегодняшних регламентах, что у нас на всех проезжих дорогах, у нас это есть и на Каширском шоссе, недалеко от поворота на Горке, у нас это есть на Володарском шоссе, соответствующие мусорные контейнеры для того, чтобы проезжий транспорт, в том числе те же самые фуры, которые очень часто просто все выкидывают. Но я вот обращаю внимание, много езжу по району и вижу о том, что потихоньку хотя бы начинают в одно место складывать, а не просто привыкнув, что там есть мусоросборники. Администрация района получила из прокуратуры о необходимости приведения в соответствие с уставом принципа открытости, гласности информации по публичным слушаниям на сайтах района и города сельских поселений, в городском поселении Ленинского района. Полной доступной информации нет. Нет и итогов публичных слушаний. Когда будет решен этот вопрос? Итоги публичных слушаний у вас вывешиваются. Этот вопрос, соответственно, вот насчет получила из прокуратуры. У нас жители больше знают, чем получаем мы. Это замечательно, соответственно. Речь идет, скорее всего, я знаю, вы задавали этот вопрос, о специальном разделе, где можно публичные слушания вывешивать. В настоящее время мы провели соответствующую модернизацию нашего сайта и такой раздел разработаем. А так все публичные слушания можно найти на нашем сайте. Почему не учитывалось мнение жителей при принятии планов реконструкции Дома культуры? Жители пишут в правительство Мелькульт Московской области по поводу сохранения художественно-исторически ценных экспонатов архитектурного и убранства ДК. Требуем общественное обсуждение этого вопроса. Ваши плакаты я тоже видел. Специально попросил вас повернуться, чтобы прочитать их внимательно, выходя из администрации. Данный проект еще до меня, где у нас Моисей Сакович? Здесь. Прошел соответствующую государственную экспертизу. Объект не является объектом культурного наследия. Это вот просто, чтобы не было соответствующей полемики. А что касается элементов соответствующего убранства, максимально все будет сохранено. И проведите заявительницу с отдельной экскурсией, пожалуйста, потому что там реально делается. Во избежание вот всех этих раскачиваний ситуаций абсолютно никому не нужных. Пригласите, пожалуйста. Средняя заработная плата 50 тысяч. Не может так максимальная зарплата 20-30 тысяч в районе. Вы знаете, статистика вещь упрямая. И где-то есть заработная плата, соответственно, от минимальной от 12 до 30 тысяч рублей. Есть у нас организации, и их тоже можно будет посмотреть, где заработная плата колеблется от 94 до 110 тысяч рублей. Да, это как средняя температура по больнице, 36,6. Но это вот был первый вопрос. Покажите в динамике и прочем. Есть соответствующая статистика. Рассчитывается она на занятое население. И статистические данные, кстати, ведем не мы, а ведет их государственный орган статистики. И мы получаем их только лишь постфактум. А дальше мы просто в динамике смотрим, что у нас происходит. Смотрим, когда у нас проваливаются соответствующие предприятия по налогу, например, на доходы физических лиц, если у нас происходит соответствующий провал. Из-за чего он происходит? Почему снижается средняя заработная плата или где-то она повысилась? Но в настоящее время по прошлому году средняя заработная плата составила 56 тысяч рублей. Выезжаете в каком виде? Кошмарном виде. Медицина, поселка, нет кардиолога, эндокринолог, пульмонолог. Я сказал в своем отчете, что мы делаем сегодня для нашей больницы. Медики здесь могут подтвердить. Под специалистов, которые, если они необходимы, мы даем жилье. И это наше, так скажем, обязательство перед медициной, которая формально находится на областном уровне, но остается на шее. И поэтому, если требуется привлечение этих специалистов, я обращу внимание, управление здравоохранения, соответственно, 12 округа, давайте свои предложения, если этих специалистов не хватает. Но я обращу внимание, что я же специально заострил в докладе. Вот мы выдали 5 квартир, должны были выдать 15. Теперь уже у нас есть 5 выданных, 13 мы зарезервировали. До сих пор, причем это относится к медицинскому сообществу, сами внутри себя не могут распределить данные квартиры. И вот буквально только за неделю до отчета мы получили протокол распределения. Я еще раз обращаю внимание, ни глава района, ни районный чиновник будут распределять эти квартиры. Мы даем их в отрасль, и отрасль сама принимает решение с учетом мнения профсоюзов. Тогда это более справедливый подход. Мне многие пишут, обижаются о том, что того забыли, того забыли. Но есть соответствующее мнение. Квартир тоже количество ограничено. Будем давать, если нужны узкие специалисты. Почему нет на официальном сайте города и района полной информации по работе избирательной комиссии? Как предписано ЦИК РФ и ЦИК Московской области. Прошли выборы депутата вместо Харланова. Информации ноль. Кто возглавляет эти комиссии? Опять тишина. Неужели опять из Домодедова? Цимбалу и Климашину не доверяем. Ну, ваш очередной лозунг. Соответственно, я не помню, при мне не проходили выборы вместо Харланова. Они только состоятся. Соответственно, комиссию будет у нас территориальная избирательная комиссия. Председатель комиссии сидит здесь. Он видновчанин. Бондаренко Николай Васильевич. Встаньте, чтобы на вас посмотрели. Вот он директор нашего МФЦ. И выборы будут проводить на территории Ленинского муниципального района. Вот чтобы не было определенных недоверий, будет проводить МОЗ обл. избирком в лице территориальной избирательной комиссии. Нам в партию обращаются жители Ленинского района. Кем принято решение, что объединение в городской округ это положительно скажется на развитии нашего района. Была ли эта идея обращена к жителям Ленинского района и все ли готовы поддержать ее. И что можете ответить тем жителям, которые не согласны с этим решением. Так как доверие к избирательным, к избранным представительным власти выше, чем к сотрудникам администрации. Сразу могу сказать о том, что ни о каком сейчас создании городского округа, видно или Ленинский, речи не идет. Постановки такого вопроса нет в повестке дня, в том числе и администрации. Это может проходить только в легитимном порядке. Соответственно, он предусмотрен законодательством как Российской Федерации, так и Московской области. После издания соответствующего документа, это закон Московской области, и до этого должны быть пройдены определенные процедуры, предусмотренные законодательством. Никто эти процедуры в настоящее время не инициирует. А процесс, который у нас происходит, этот процесс носит название передачи полномочий, который идет практически по всей области. В том числе, я обращал внимание, он связан и с оптимизацией управленческих кадров. Какова судьба брошенного строительства на месте законной засыпки в пойме реки Битца? Нет разрешительной документации. Стоит это безобразие, подлыб, все это ржавеет, вид отвратительный. Ждем вашего политического решения. Жители деревни Ермольный, микрорайона Радужный. Речь идет, наверное, об этих железных, которые ры, иногда вот это все. По крайней мере, администрация не дает своего согласия на узаканивание данных объектов. Но земля частная. Уже три месяца не работает лифт в поликлинике. Главный врач отвечает, нет средств на его ремонт. Прошу ответить, что делать инвалидам и пожилым людям. Пользоваться лифтом, который обязаны починить. Главный врач ответит и починит. Вот он здесь присутствует. Сколько незаконно возведенных домов в городе Видного расторгуев? Будут ли они сноситься? В настоящее время составлено 48 протоколов по незаконному строительству на участках индивидуальной жилой застройки. 18 исков находятся на рассмотрении сейчас в Видновском городском суде. По остальным 30 готовятся иски. По всем мы будем обращаться в суд. Соответственно, будут приниматься судебные акты. И в зависимости от того, какие будут решения, будем принимать решения о сносе. Сельхозземли поменяли назначение и переведены под жилищное строительство. Высказана ли застройщиков сумма разницы в кадастровой стоимости? Речь идет, наверное, о не таком далеком прошлом. О взыскании разницы о переводе земель из одного разрешенного вида использования в другой. Появилась у нас только лишь с середины 2014 года. И я так подозреваю, что по тем переведенным участкам, о которых, возможно, идет речь, они все были переведены до этого периода. Сейчас, в настоящее время, даже когда переводится земельный участок из одного вида, собственно, необязательное сельхозназначение, идут соответствующие процедуры и оплачиваются денежные средства в бюджет Московской области. В настоящее время у нас есть такие земельные участки. Но там не земли сельхозназначения, другие виды разрешенного использования. Сколько газ земли вернутся под сельхозпроизводство в 2016 году? Это речь идет, у нас есть невведенный в оборот 460 гектар земли сельхозназначения. И у нас есть соответствующие обязательства, что в течение ближайших трех лет мы должны ввести их в сельхозоборот. Это то, что осталось в виде сельхозки. Созданы ли бюджетные и небюджетные фонды социальной защиты многодетных семей и малобеспеченных граждан? У нас есть в бюджете Ленинского муниципального района денежные средства. Я об этом говорил и в своем докладе. За счет которых мы оказываем соответствующую материальную помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, либо по медицинским показаниям. А многодетные это семьи, инвалиды, многодетная семья, многодетная семья это уже рознь. Есть малообеспеченные, а есть достаточно и зажиточные, чему я несказанно рад. Поэтому такие денежные средства в бюджете предусмотрены. И в этом году более уже 2 миллионов рублей находятся у нас под открытыми, так скажем, лимитами бюджетных обязательств. Это так я бухгалтерским языком сказал. Эти денежные средства есть и мы удовлетворяем потребности граждан. Когда прекратится хищническая застройка полей, уже к врачам не попасть на прием. Растет население видное. Застройка. Я в своем докладе постарался достаточно подробно ответить на эти вопросы, предвосхищая, что это самый больной вопрос. Соответственно, там, где у нас утверждены проекты планировки застройки, и они отвечают всем соответствующим требованиям, будет происходить дореализация тех проектов, которые приняты. Платят ли НДФЛ застройщики за своих рабочих? Думаем, что нет. Проверяли ли? Проверяли не единожды. Ежемесячно у нас есть специальная комиссия, которая выезжает к застройщикам, в том числе в проверках, и я лично принимал соответствующее участие. Многие проверки мы организуем с госстроенадзором, с госантехнадзором внезапно, для того, чтобы понять, кто находится на стройке. Это начинается с миграционной службой, в том числе. Ставим субподрядчиков, подрядных организаций, ставим на учет налоговый, и налоговая инспекция здесь нам в этом очень сильно помогает. Соответственно, все эти контрольные мероприятия проводятся. Но отмечу так, что хулиганят застройщики, меняя подрядчиков, либо подменяя их, или делая рабочее место менее 30 календарных дней, что приводит к тому, что статья налогового кодекса, они считают, что может не исполняться. Но мы стараемся за этим следить, так как это возможно. Расскажите о ситуации с генеральным планом сельского поселения Развилковское. В настоящее время правительство Московской области, а соответственно глав архитектуры Московской области разрабатывает генеральный план сельского поселения Развилковское. В параллели идут работы по разработке правил землепользования и застройки соответствующего поселения. Мы работаем плотно, то есть, допустим, наш управление архитектурой и градостроительством плотно работает с глав архитектурой. Сегодня по устранению всех замечаний, которые поступают, в том числе по изменению границ населенных пунктов, с СНТ мы соответствующими работаем и стараемся учитывать все замечания. Если у вас есть какие-либо предложения, пожалуйста, сейчас не поздно внести соответствующие изменения. Последний раз я сам ездил в глав архитектуру, где мы рассматривали как раз границы населенных пунктов, смотрели по СНТ, соответственно, смотрели нормативы. По регламенту данный генеральный план должен быть представлен в середине 2016 года на публичные слушания. То есть он точно так же будет обсуждаться и пройдут публичные слушания во всех населенных пунктах сельского поселения Развилковское. После этого генеральный план будет направлен обратно с нашими предложениями и результатами публичных слушаний в правительство Московской области. И только после этого, после учета наших замечаний, доработан и на утверждение Совету депутатов Ленинского муниципального района. Продолжение следует... Из-за этого или других нет одного дорожного знака и пешеходный переход. Мы в этом году сделаем достаточно большой комплекс работ по Новодорожжино. Я отметил это отдельно и в своем докладе. Сейчас мы заканчиваем последние расчеты по замене коммуникаций. После этого там, где замены коммуникаций не требуется, в первую очередь пойдет благоустройство. Я не очень понимаю, зачем нужно тратить народные деньги на вот эти безумные межевания постоянные, учитывая, что теперь земельного налога под многоквартирными домами не существует. То есть это выкинутые деньги, просто так. Бюджету делать нечего, вот он и тратит. У нас это было модой. Мне пришлось эту моду прекратить. Соответственно, потому что мы тратили по 40-50 тысяч под каждым домом. А что касается уборки, есть закон Московской области, по которому можно закрепить абсолютно все территории и распределить их без всякого межевания, бесплатно. Не надо на это тратить никаких денег. И управление ЖКХ это нужно сделать в ближайшее время, Александр Александрович. Давайте в двухнедельный срок проведем закрепление и, пожалуйста, жителям представьте согласованный проект разграничения по уборке. Все это сейчас много проще. Законодатель позволил нам не заниматься теперь дурью в виде постоянного никому не нужного межевания и траты бюджетных денег. Вы 22.01. сказали, что в поселке Новодрожжино выделено 20 миллионов на замену всех коммуникаций. Просим включить в эти действия установку АСКУЯ и общедомовые приборы учета воды, отопления по домам, т.т.т. Я не буду их уже называть, называл эти дома, поскольку этих приборов в указанных домах нет. Об этом составлены акты с указанием старших по домам. И все платежи по воде взимались жители незаконно. Значит, что касается выделения этих денежных средств. Эти денежные средства выделяются на замену коммуникаций к домам. Ваше предложение мы посмотрим, но это точно не за счет этих 20 миллионов рублей. Там потребуется еще добавлять денежные средства. Мы будем с таким предложением вместе с Сергеем Владимировичем Арчуковым выходить к совету депутатов булатниковского поселения, для того, чтобы сформировать уже еще более действенные планы по замене инженерки. Посмотрим, насколько мы можем вписаться по общедомовым приборам учета. На этом, уважаемые друзья, дорогие друзья, все вопросы исчерпаны. Я благодарю вас за терпение, за то, что вы нашли время и пришли, оказались такими же неравнодушными, как и на предыдущих встречах. Я абсолютно уверен, что те положительные результаты, которые у нас были в 2015 году, были бы невозможны без нашей совместной работы. Я вас всех за это благодарю. Спасибо и до новых встреч. Продолжение следует...